Мастер художественного слова, диктор высшей категории, радиоведущая, голос которой не уходил из эфира 28 лет. Валентина Макраусова сегодня преподает в московском телевизионном образовательном холдинге «Останкино» и пользуется огромным уважением и любовью своих учеников. Все дикторы, актеры боятся перейти в эту планку, когда тебя отправят на пенсию, когда закончится твоя карьера именно в этой профессии. И это так неожиданно, вдруг мне предложили здесь преподавать, в школе телевидения «Останкино». Я с удовольствием начала, и поэтому у меня вот этот уход с эфира, он был совершенно безболезненный. Главная задача, которую ставит перед собой Валентина Николаевна – помочь своим ученикам раскрепоститься, освободить сердце от сомнений и дать, наконец, зазвучать голосу. У нас ведь не было в нашей жизни, чтобы люди говорили в нос, но вот это вот прикольное, торчу, вот, тусовка, все, вот это безэмоциональная речь, вот это, когда и да, мне хорошо, я вот веселая, а в глазах просто холод, грусть и печаль. Вот, и вот это поколение, оно закрытое, очень закрытое. Мы все в скафандрах, как я называю, и мне нужно расстегнуть каждую пуговичку этого скафандра, помочь ученику раскрыть себя, чтобы он познал себя, познал свои возможности. К появившейся свободе поведения у телерадиоведущих в эфире Валентина Макроусова относится неоднозначно. Она считает, что если ведущий расслабляется и думает, что ему все позволено, например, не подготовиться к эфиру, сымпровизировать на ходу, то ему стоит помнить, что самая лучшая импровизация – это импровизация, построенная на знаниях. Нам, педагогам, только остается надеяться, что наши студенты, наши звездочки, которые хорошо занимаются и у которых есть цель, цель, главная цель, и к ней стремиться, что они будут работниками радиотелевидения, что они и как раз будут создавать эту золотую эру радиотелефира.